Сургутская филармония Сегодня последний день референдума. Проголосовать можно только очно. Согласно исследованию Института социального маркетинга, большинство жителей Донбасса, херсонщинцы, херсонщины и Запорожья положительно оценили будущее своей области и республики в составе России. Югорчане поддерживают жителей территории в этом стремлении. Это наши исконные, наши российские территории, понимаете? И там наш русский народ живет. Поэтому Россия должна быть единая. Я считаю, что это более часть нашей родины, России. Люди даже ментально ближе к нам. По воле судей показались в составе другого государства, чуждого им ментально. Вот историческая справедливость, она потихоньку начинает торжествовать. Там русские люди и русский дух. Подробнее о том, как в Югре проходит голосование жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины, смотрите сегодня 27 сентября на телеканале Югра, сразу после дневного выпуска новостей. Референдум обсудят в студии нового проекта «Здесь и сейчас». Семьи мобилизованных югорчан получат поддержку правительства региона. Например, социальное сопровождение в решении бытовых проблем, услуги няни или службы визитирования. Кроме того, в случае потребности специалисты помогут доставкой продуктов и лекарств, а также оплатой коммунальных услуг. Окажут психологическую помощь. Все услуги будут предоставляться бесплатно. Для этого нужно только подать заявление в агентство соцблагополучия. Кроме того, накануне члены окружного правительства приняли решение о внесении нескольких законодательных инициатив в Думу округа. Первая инициатива – это установление меры поддержки в виде стопроцентной компенсации родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях. И вторая мера – это обеспечение обучающихся в общеобразовательных организациях бесплатным двухразовым горячим питанием. Также мы заботимся и о несовершеннолетних членах семьи, мобилизованных граждан. Это санаторно-курортное лечение, оздоровление. Оздоровление можно пройти в лагерях и в учреждениях социального обслуживания на территории автономного округа. Ну и также в летний период традиционно мы отправляем детей в санаторно-курортные организации Краснодарского края. И все это будет предусмотрено и для граждан мобилизованных. Накануне вечером на четвертом километре автодороги Нижневартовск-Излучинск водитель за рулем автомобиля «Акура» догнал едущую впереди «Тойоту Авенсис». В результате «Акура» перевернулась. Ее водитель, а также пассажирка «Тойоты» получили травмы. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры произошла одна авария, в которой пострадали два человека. 12 водителей попались пьяными за рулем, 8 отказались пройти освидетельствование. За выезд на встречку привлекли 40 человек, а еще 48 нарушили правила перевозки детей. Противоожоговые кровати нового поколения появились в Нижневартовской окружной детской больнице. Они предназначены для пациентов с большой площадью поражения. Кровати позволяют размещать пациентов весом до 150 килограммов. Они оснащены не только подъемником для перемещения с каталки, но и способны взвешивать пациента. Эффект невесомости и нулевой гравитации в инновационной кровати обеспечивает 600 килограммов мельчайших частиц. Плотность наполнения кровати сравнима с плотностью воды, поэтому пациент как бы плывет в нем. Также благодаря наличию воздушных потоков происходит профилактика пролежней. Кроме этого, в кровать встроен режим сердечно-легочной реанимации, который сигнализирует о возникновении экстренной ситуации. Фантомы помогут медикам скорой помощи отрабатывать навыки реанимации. Речь идет о специальных манекенах. Они появились на Сургутской станции скорой помощи. Два новых фантома будут служить для отработки техники интубации трахеи. Она нужна пациентам в критическом состоянии для того, чтобы они могли дышать через специальную трубку. Установить устройство для поступления воздуха в легкие должен уметь каждый медик скорой помощи. От этого зависит жизнь пациента. Фельдшеры и врачи проходят такие курсы раз в год, чтобы во время выезда навыки были отточены до автоматизма. Новые манекены максимально похожи на людей. Визуализировать ротовую полость, соответственно, в том числе и язык, корень языка, гортаник, верхние дыхательные пути. На новом фантоме данные все «мелочи», так сказать, в кавычках, они ушли в сторону. То есть он максимально приближен к реальности, когда мы сталкиваемся непосредственно на вызове. В Югре отметили 15-летие компании «ЮТЭК» региональные сети. В Пытьяхе прошел смотр-конкурс «Лучший по профессии среди электромонтеров». В нем приняли участие 8 команд из разных муниципалитетов округа. Целью мероприятия стало повышение профессионального мастерства. Специалисты прошли несколько заданий. Лидерами конкурса стали команды электросетевых компаний из Пытьяха, Мегиона и Нефтьюганска. В Югре увеличили размеры выплат для представителей коренных малочисленных народов Севера. Так повысилась сумма компенсации на приобретение одежды для детей. Выплата на дошкольников вырастет с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей. А на детей школьного возраста представители коренных народов будут получать вместо 7 тысяч почти 8 тысяч рублей. Также члены правительства округа привели в соответствии законодательству порядок предоставления грантов для реализации проектов, которые способствуют развитию традиционной хозяйственной деятельности, сохранению и развитию фольклора, традиций, языка, народных промыслов коренных народов. Сургут занял 5 место в федеральном рейтинге городов России по уровню зарплат. Эксперты сообщают, что рассчитывалось соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России к стоимости фиксированного потребительского набора. А вот саму стоимость товаров и услуг, входящих в этот набор, рассчитывали, исходя из средней по региону. По итогам исследования, на среднюю зарплату в Сургуте можно купить больше 4 стандартных потребительских корзин. Кроме того, в исследовании сообщили, что средняя заработная плата по Сургуту приближается к отметке в 100 тысяч рублей. Югорчанка победила во всероссийском конкурсе среди педагогов. Сердце отдаю детям мероприятие с таким названием завершилось в Красноярске. Его участниками стали 90 учителей из 46 регионов России. Преподаватель черчения из Нефтьюганска Дина Рябинок стала лучшей в номинации педагог дополнительного образования по технической направленности. К слову, участникам конкурса нужно было не только показать, как они работают в команде, но и представить заранее подготовленные мастер-классы. Так, работа Югорчанки, основанная на черном квадрате Казимира Малевича, удивила членов жюри. Добавлю, что для Дины это не первая награда. Прошлую осенью она стала победителем на муниципальном этапе конкурса «Учитель года». Сердце Югры забьется в космосе. Сегодня в Москве откроется выставка фотографий Олега Зотова «Сердце Югры». Экспозицию организовали в павильоне «Космос» на ВДНХ. Выставка состоит из 40 фотопано с портретами, образами и символами, которые позволят познакомиться с красотой и самобытностью Югры. Олег Зотов фотографировал тайгу, а также реки Иртыш и Обь. Работал на приполярном Урале, забирался с камерой на гору Неройка. Все посетители выставки смогут поучаствовать в онлайн-викторине «Сердце Югры» и выиграть путешествие в наш округ. Добавлю, фотопроект приурочен году культурного наследия народов России и году председательства России в Арктическом совете. Эту выставку уже оценили в Санкт-Петербурге. Работы Олега Зотова занимали почетное место в Российском этнографическом музее. В этот край нельзя не влюбиться. Когда ты приезжаешь на север, ну, вы сами знаете, да, ты на него подсаживаешься. Три человека на квадратный километр, да? А 91% живет в городах, понимаете. Встретить кого-то вообще практически невозможно. Ты приезжаешь, тебе рады, ты для них гость, ты для них свежая газета, новости, известия. Вы общаетесь, люди открыты. Социальные предприниматели Сургута дали мастер-класс коллегам. В экономическую столицу Югры приехали создатели лучших соцпроектов Уральского федерального округа. Все они победители всероссийского конкурса. В этом году решили впервые объединиться и посмотреть, как строят бизнес коллеги из других городов. В Сургуте делегация посетила Центр детского развития «Умка». Здесь занимаются дети от 10 месяцев до 18 лет. Каждому из них индивидуальный подход. Причем работают специалисты Центра не только с детьми, но и их родителями, бабушками и другими родственниками. Я беру в зал аренду КСК, либо ДК, либо кафе «Белый яд», ну, условно, да? И они собираются по 86 семей, по 123. Зачем? И когда этот маленький малыш видит, как папа, берет его за руку, берет и поднимается на сцену, что папа-то сделал, по сути? На электронную почту отправил фотографию, да? А я задаю том. Папа сильный, папа смелый, мой папа самый лучший. В Югре появится сервис для временного трудоустройства молодежи. Об этом рассказали на пресс-конференции в РИЦ Югра. Так, наш округ стал одним из 27 пилотных регионов, где внедрят Институт региональных сервисных уполномоченных. Новое подразделение будет заниматься выявлением актуальных социальных задач, а также нахождением для них комплексных решений. Кроме того, Югра стала первым регионом России, в котором функционирует Центр сервисных решений и технологий в социальной сфере на базе регионального института управления. Одной из задач Центра является создание удобного сервиса для временного трудоустройства школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет. На что обратили внимание все дети? Ребята, когда приходят на трудоустройство, для них мы предлагаем сегодня 2-3 вакансии. И вакансии звучат как разнорабочий, озеленитель и уборщик территории, например. Хотя у нас довольно серьезная выстроенная работа в части дополнительного образования в регионе, и дети давно владеют навыками видеосъемки, монтажа, журналистики, умеют делать графику, умеют делать 3D-анимации. Сегодня ведем переговоры, в том числе и с телерадиокомпанией Югра, о том, чтобы расширить линейку этих вакансий для детей.